Мы с вами послушаем действительно мастерство исполнителя на этом уникальном инструменте. Надо добавить, что в 1765 году немецкий композитор Альберс Бейхер написал 7 концертов для баргана, монголы и струнных. Вот три из них были на этом мутапеште. То есть даже, а ведь этот композитор известен тем, что был учителем Петховена. Вот даже классические музыканты обращались к этому уникальному инструменту. Вы видите, как он может звучать в руках подлинного мастера. Ну а теперь мне хотелось бы показать вам еще один наш памятник. И это действительно гордость нашей коллекции. Это поясной набор. Поясный набор тюркского вольна. Вот здесь очень важно не только то, что мы видим высочайшую культуру металла обработки, и тонкость деталей, все это сделано. Дело в том, что пояс очень точно показывает статус мужчины в отчестве. Чем выше социальный рамк, тем более богатые материалы и узоры не смешивались обычно в таком поясе. Вот полный набор этих пряжек, которые сшивался на полный наборный ремень. А еще, обратите внимание, есть такие пряжки с кольцами. К ним подмешивались всевозможные предметы. Ведь карманов не было, и поэтому на специальных таких пряжках еще скреплялись и ножки, и какие-то другие осенок, то есть это мелкие предметы. И вот это очень важный статусный такой предмет, который показывает положение человека на социальной лестнице. Очень, конечно, радостно, что в нашем музее есть вот такой полный поясой набор тюркского воина. И говоря о том, что тюрки были прекрасными воинами и блестящими наездниками, а и в начале обоих с вами все, надо сказать, что совершенно особое отношение в этой культуре, и оно заправилось до сих пор у алтайцев, это отношение к каюку. Конь – это не просто тот существо, с помощью которого можно перемещаться. Конь – это верный друг, это соратник. И случайно в захоронении всегда независимо, будь это захоронение мужчины или женщины, рядом с какой-то кладом с его конью. Иногда даже один уголовник в таких захоронений есть, когда два коня сразу, потому что один в полном снаряжении, полностью осетный, а второй – как уголовно смену, то есть вероятно всего, по ликвозным представлениям, в том заправленном мире человек будет представить большой путь противного тоже с помощью своего коня. И вот это отражение того, что конь – это верный друг и соратник, и тот без кого не может обойтись ни один настоящий герой, этому подтверждение мы находим и в героическом эпосе. Вот только что мы с вами слышали эпос «Отшивала», и там верным другом и спутником девушке, когда перешибил ее конь, «Отшитерен». У народного героя алтайского эпоса, Алтайку Бучай, его верный конь, «Комшитерен». А вот в эпосе «Алыб Мамаш» конь даже делает так, что он, собственно, спасает своего героя. Когда тот попал очень сложную ситуацию, конь превращается в конский волос, поднимается на небо, хитростью добывает необыкновенную вену, которая в восемь раз увеличивает силу бухтаря и вытаскивает его, несуя огромную яму, куда его посадили злодея. То есть вот конь – это совершенно особое существо, к которому очень внимательные, трепетные и сердечные отношения у каждого алтайца. И вот сейчас мы с вами услышим алтайский мифический эпос «Аргыман». Но это как раз это слово означает вот такой конь. Аргыман – это мифический конь, конь богатырский. Мне хотелось бы сейчас буквально одно слово сказать о том, что мы с вами слышали в первом эпосе. Конечно, это, прежде всего, уникальная культура горлового пения. Совершенно неповторимая, совершенно необыкновенная. То, чем очень мало отгадают другие народы в Европе, только лишь, пожалуй, у юнландцев может найти подобную культуру, когда одним голосом нужно исполнять буквально двуголосную мелодию. Когда человек полностью изменяет свой основной голос, то звучит очень тонкий голос, наоборот, очень глубокий, такой плотный. На самом деле, вот эта уникальная культура исполнения горлового пения, она связана, прежде всего, с представлением о том, что человек, который произносит слова эпоса, который разговаривает этим языком, он говорит не своим голосом. Он говорит голосом духа. Он подстраивается под голос божества. А про свой голос он, в данном случае, не использует. То есть, у героического эпоса есть вот такое явное, мистическое значение. Вот обратите внимание, что такие, что, наверное, очень близко к этому, к этому приему, используют буддийские монахи при медитации. Ведь, действительно, это тот особый прием, который настраивает человеческий организм, насоверен в какие-то совершенно особые вибрации. Итак, мы с вами слушаем эпос о богатырском гаде «Аргымах». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ